Приветствую вас, дорогие мои! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте видео. Будем за все благодарны, особенно за помощь, которую вы оказываете у нас и молитвенно, и финансово. Благослови всех Господь! Сегодня хотел бы обратиться к молчащей церкви. Да, да, есть такая молчащая церковь, когда наблюдают со стороны и ни нашим, ни вашим. То есть не занимают позицию, не хотят принимать какие-то решения важные. Отмалчиваются. Один бодрый человек сказал, что молчанием предается Бог. Смотря в историю церкви, даже вот недолгую нашей российской церкви, я хочу дополнить эти слова и сказать, что молчанием не только Бог предается, но и предаются люди, которые поверили нам, которые последовали за нами, которые доверили тем проповедям, которые мы проповедуем в наших церквях, которые доверились Христу. И они ожидают ответов на многие вопросы от нас, от пастырей, священников, епископов. Какой бы сан мы ни несли, какой бы должность ни занимали. И это очень серьезный вопрос на самом деле. Очень серьезный вопрос. Есть очень много вызовов, которые сегодня это время бросает нам. Вы знаете, эти военные события. Да, обо всем Христос предсказал. В Священном Писании мы читаем, что не надо ужасаться, не надо бояться всех событий, которые грядут в последние времена. Голоды, моры, восстанет народ на народ, царство на царство. Будет много всего. За всем этим и голод последует. Мы еще, не знаю, приблизились к этой теме или нет. Но по многим этим вопросам у людей, у прихожан, у братьев и сестер наших, которые посещают наши церкви, приходят на богослужение, у них очень много вопросов. И не всегда священники, пастыри находят ответы на эти вопросы. Или не хотят просто отвечать. Потому что говорят, ой, это политика, а мы в политику не вмешиваемся. Но мы живем, мы живем среди всего этого. Как мы не вмешиваемся? Когда наших детей забирают в армию и посылают. Когда через одного подходят и говорят, мы боимся, что будет мобилизация, что заберут, отправят на войну или военную спецоперацию, как бы ни называли. Мы не хотим этого. Знаете, неужели Мерила всего это касается это меня или не касается это меня? Я очень много людей встречал, которых коснулось. Вот один этот частный вопрос. И они сразу же занимают очень, очень, я бы даже сказал, правильную позицию. Они понимают, что война, как Библия говорит, это зло, это большое зло. И тут доходит очень быстро. Но есть те, которые говорят, а меня это не касается. Поэтому я считаю, да пусть там этих убивают или тех убивают. Недавно подняли очень важную тему, тему педофилии в церкви. Она есть. Сколько молчать будем? Вот мы что, не учимся на примерах? Католическая церковь очень долго молчала об этих проблемах. В США, в Европе, во Франции. И вот когда начались вот эти скандалы, когда начали через 10-20 лет жертвы вот этих сексуальных преступлений говорить о том, что с ними совершили, это был скандал на весь мир. Даже Папа Римский, он извинялся, он каялся за эти грехи, которые были в этой церкви. А мы что прячем? Я часто слышу, не выноси грязное белье на люди. Послушайте, если мы обделались, если белье уже настолько грязное, его нужно стирать. Его нужно мыть. Вот нужно прийти в эту баню, водную баню, как написано в Слове Божьем, Возрождение Духом Святым, да, и отмыть все. Все это грязное белье, не прятать. Все вот эти грехи, все эти проблемы в церкви, они уже давно не просто пахнут, они воняют. От этого надо избавляться. Или выкинуть это все, или отмыть и очистить это все, но не прятать. Я хочу сказать всем, кто молчит. Друзья, вы не просто молчите. Пастори, священники. Вы становитесь соучастниками. Молчаливыми соучастниками преступлений, которые свершаются на ваших глазах. В этой проблеме педофилии я увидел столько комментариев, даже от пастырей, от священников, которые не просто закидали Соню Мартьянову камнями, там уже такая гора огромная. Посмотрите на Христа. Неужели у вас совести не осталось? Неужели ваши глаза настолько закрыты, что вы не видите эту историю, когда блудницу привели ко Христу, и он сказал тогда эти слова. Кто из вас без греха? Первый, брось с нее камень. Неужели вы забыли уже Евангелие, дорогие мои братья и сестры? Вместо того, чтобы помочь человеку, притянуть руку человеку, готовы не просто закидать, не просто грязью облить, готовы убить человека за то, что сказал, за то, что вспомнил, за то, что... Да, в России молчат об этих вещах. Другие жертвы молчат. Пока молчат. Пока еще молчат. Но если заговорят, что вы будете делать? Молчаливые вы мои. Дорогие вы мои. Вы соучастники. Мы многие становимся соучастниками, когда мы молчим. И это печально. Это позор для церкви. А люди видят, простые люди, наши прихожане, они видят все. Правильно оценивают все по Евангелию, по Слову Божьему. Упал человек, помоги ему подняться. И одной, и второй стороне. Какой бы ни был конфликт, что бы это ни было. Многие осуждают за какие-то вещи, людям непонятные, за политику. Кто-то осуждает за бизнес. Кто-то говорит, не лезьте туда, туда, туда. А как жить? Уйти в катакомбы? Спрятаться от всего? Как соль будет солить? А солять этот мир? Мы с вами. Свет нужен там, где тьма, друзья. Почему мы боимся этого света? Многие говорят мне, пишут в комментариях, я несколько видел уже, кто-то в личку очень много пишет. Зачем ты все это показываешь? Да это не я показываю, друзья. Я просто поднимаю зеркало и говорю, посмотрите в него. Посмотрите в зеркало. Увидьте себя, увидьте церкви, которую возглавляете. Увидьте все своими собственными глазами. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне это зеркало, в которое я также смотрюсь каждый день и задаю себе те же самые вопросы. Молчу я или говорю, чтобы церковь очистилась, чтобы церковь действительно стала той, которой она должна быть. Спасибо вам, дорогие друзья. С вами я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный». Поставьте колокольчик, и вы будете получать первыми новые видео, которые выходят на нашем канале. Спасибо всем за поддержку, за материальную поддержку, за молитвенную поддержку. Кстати, хочу напомнить, мы молимся за всех, присылайте свои молитвенные нужды. В описании канала есть специальный имейл, куда вы можете прислать свои молитвенные нужды. И наша церковь постоянно молится, как и другие церкви. Благослови вас Бог!